Архимандрита 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 Потому что так нужно было. И, может быть, потом кто-то понимает это, к чему привели все эти ситуации. Иногда, перечитывая эту книгу, я нахожу какие-то объяснения. Книга, в общем, она учит терпению, смирению, доброте, любви. Она показывает, насколько люди, которые живут в духовной жизни, насколько они любвеобильные. И они любят всех, независимо, плохой человек, хороший человек. Потому что мы все разные, ко всем нам нужны определенные отношения. Автор Архимандрид Тихон. Об авторе как раз-таки можно прочитать в этой книге, его путь. Его очень долгий путь. Он закончил кинетемографический институт, университет, точно уж не помню. И пошел, вот ему просто было интересно, как и что происходит в монастыре. Он, в общем-то, пошел, грубо говоря, работать. О чем-то написать, сценарий, или снять какую-то часть фильма для чего-то. Но потом он стал сначала послушником, потом монахом. И очень интересная у него жизнь. И, имея как раз это образование, ему позволяет написать эту книгу очень интересно, доступным, простым языком, с чувством юмора. Но с юмором, не переходящим к какому-то кощунству, богохульству. А именно с таким тонким, духовным, православным юмором интересным. Где-то есть и ирония, трагизм. То есть в этой книге есть все. И можно посмеяться, где-то даже поплакать, посочувствовать кому-то. То есть книгу можно читать с семьей, всей семьей. Умер, пронеслось у нас в голове. Мы выждали немного и, затаив дыхание, с осторожностью приблизились. Отец Нафанаил лежал на снегу и спал. Он просто спал. Так ровно дышал, даже посапывал. Под головой у него был мешок, который он обнимал обеими руками. Мы решили ни за что не уходить, пока не увидим, что будет дальше. Спрятались за водосвятной часовней и стали ждать. Через час мы в конец закощеневшие увидели, как отец Нафанаил внезапно бодро поднялся, встряхнул запоросший его снегом мешок и, перекинув его за спину, как ни в чем не бывало, направился своей дорогой. Тогда мы совершенно ничего не поняли. Лишь потом давно знающие казначей и монахи объяснили, что отец Нафанаил просто очень устал и захотел удобно поспать. Удобно в том смысле, что лежа, поскольку в своей келье он спал только сидя. А чтобы не нежиться в кровать, предпочел поспать в снегу. Архимандрит тихо, не святые святые. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова